Крест Христов – орудие нашего спасения, символ победы жизни над смертью. 27 сентября в праздник воздвижения Животворящего Креста Господня в Храме Рождества Христова совершалась Божественная Литургия при участии преподавателей и воспитанников Русской Православной Школы. У детей была возможность начать учебный день с Божественной Литургии и поклониться Древу Святого Животворящего Креста. Как важно приводить сегодня детей в Церковь, к Богу, приучать к духовной жизни посредством их участия в церковных праздниках, в Божественной Литургии. В этот день было много причастников, и дети, и родители, и педагоги причастились к святых христовых тайн, потому что верят в Бога и хранят традиционные для России ценности. По завершению богослужения священнослужители, прихожане, преподаватели и учащиеся школы прошли крестным ходом к поклонному кресту, расположенному вблизи Рождественского храма, где под исполнение тропаря кресту отец Александр окропил всех участников святой водой. В этот день по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия по традиции состоялся автомобильный крестный ход «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Ежегодно организованная колонна автомобилей отправляется к поклонным крестам, которые окружают столицы Кубани. В этом году автомобильный крестный ход совершается 13-й раз. Участники объехали Краснодар, останавливаясь у четырех поклонных крестов, совершая у каждого молибен со священнослужителями и прихожанами краснодарских храмов в расположении в непосредственной близости от поклонных крестов. Первая остановка была совершена у поклонного креста, который ограждает въезд в город со стороны Яблановского моста. Следующая остановка была у поклонного креста на въезде в столице Кубани по трассе Кропоткин-Краснодар. Дай Бог всем нам вспомнить ту удивительную жертву, которую принес ради нас и ради нашего спасения Христос. Не случайно мы поем в символе веры распятого же зоны при понтистем Пилате и страдавшего и погребенного и воскресшего. Каждый христианин должен не только взирая на крест вспоминать распятие Господа, но и самое главное – победу жизни над смертью, победу добра над злом, победу истины над ложью. С праздником, дорогие! Днем всемирного воздвижения Креста, Господа нашего Иисуса Креста, которому с Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь. Далее была остановка у поклонного креста со стороны Ростовского шоссе. По традиции пропели вечную память митрополиту Исидору и всем православным воинам, отдавшим свою жизнь за веру и наше дорогое Отечество. Последней остановкой стал поклонный крест, ограждающий Краснодар со стороны станицы Елизаветинской. Таким образом верующие воздают честь орудию своего спасения и спрашивают благословение Божие для своего города. В этом и заключается цель крестного хода – с молитвой объехать город, поклониться Кресту, помолиться о всем православном мире, о людях, ущих в нашем городе и спросить у Бога милости, чтобы Господь и впредь ограждал наш город от всякого врага, видимого и невидимого. Христос посреди нас есть и будет!